Всем моим самым сладким булочкам с корицей привет, с вами Ксюша. Если вы смотрите этот видосик, значит вы на моем YouTube-канале. А это значит, что я невероятно и очень сильно этому рада. Сегодня у нас будет моя постоянная рубрика, это распаковка с шеи. Но прежде чем начать, хочу сказать спасибо огромное, что вы почти добили мне 200 тысяч подписчиков на YouTube. Кто не знает, я хочу до Нового года добить 200 тысяч. Если вы нажмете на эту красную кнопочку, то сделаете меня невероятно счастливой. Также хочу поблагодарить моих комментаторов, которые пишут мне подобные приятные слова. Ребята, я вас очень сильно люблю, спасибо вам за поддержку, потому что я могу понять, что вы думаете, именно когда вы напишите комментарий. Ладно, не буду долго затягивать. Так, вот такой у нас вот так пакетик. Он достаточно большой, мне пришлось здесь много всякого барахла. Вот, так что чего-то прям очень нужного не ждите. Самое интересное, потому что эта посылка у меня уже месяц лежит, если что. И я прям забыла, забыла нагло, что там. Давайте с первого, что мы начнем, это я помню. Ну, заказала такие милые лапки-котики коричневого цвета с белыми, ой, с розовыми подушечками. Такие милашки на зиму, наверное, самое то. Сейчас попробую, насколько они теплые, точнее померяю и скажу вам. О боже, подобные лапки очень удобно носить тем, у кого длинные ногти, как и у меня. И обычные перчатки, в обычных перчатках им просто не удобно или нет возможности, допустим. Я думаю, на зиму самое то. У них, не знаю, ну тепло процентов на 70, наверное. Но в любом случае, если у вас там минус 30 на улице, лучше не рисковать и ради красоты надеть все-таки нормальные перчатки. Но, в принципе, они хорошие, мех у них не вылезает. Я еще их не стирала, так как открыла вот первый раз. Тут пятнышко какое-то. Если я не ошибаюсь, они в трех расцветках. Черные, белые и вот такие вот коричневые. Мне кажется, ребят, ну вообще же. Вторая лапка у нас точь-точь такая же и имеются какие-то завязочки. Вот, видимо, сюда нужно их привязать, чтобы не потерять или их потом нужно привязывать. Боже, я заказала зеленую беретку. Да, вот прям на зиму я знала, что заказывать. Она такая колюченькая, очень похожего качества. Продаются в H&M. Они прям, не знаю, месяц поносится, а потом будут в катушках во всяких и будут выглядеть вообще очень непрезентабельно. Эту панамку я еще не носила, поэтому не могу сказать точно про нее. Но опять же в H&M вот прям точь-в-точь такого же качества. Посмотрим, как она на мне сидит. Там много, кстати, цветов. Но это не на зиму точно. Я не уверена, что ее нужно носить так, но она удобная. Я похожа на арбуз, нет? Ну, в любом случае, неплохая-неплохая беретка. Это что такое? Вообще не помню. А это три комплекта белья. Блин, кстати, офигенного качества белье подобного формата. Я уже заказывала на Шейна, но мне невероятно понравилось. Помню, четыре пары трусов заказала, что ли, за 600 рублей. Они были обалденные. Я до сих пор их ношу. Кому интересно, господи. Вот. И решила рискнуть и заказать уже комплекты белья, потому что я не очень люблю бюзгалтеры с чашечками, так как мне нечего поддерживать. В принципе, я в них и не нуждаюсь. Но тут у нас тут три комплекта хаки цвета, розового и черного трусишки. Мне кажется, очень удобные. Они должны натирать. Такая плотная какая-то резинка. А, стоп, они не очень хорошо тянутся, кстати. Нормальные. Я брала размер S. Бюзгалтеры мне прям очень понравились. Мне кажется, если они сильно просвечивать не будут, их можно носить, в принципе, как майки. В спортзал, наверное. Короче, не знаю. Вот. Кстати, майка очень классная. Блин, она выглядит нормальной. Я надеюсь, что да, я вам покажу верх от белья, если она не будет просвечивать. Если будет просвечивать, то без обид не буду показывать. Может, в Инстаграме покажу, потому что с этим не так все тяжело. И тут мне могут отключить монетизацию. Так что поймите, пожалуйста, и войдите в положение. Черный лифтик без подкладок, без всяких. Просто вот три комплекта вроде бы стоят, если не ошибаюсь, 960 рублей или, ну, около 1000 рублей. Это что такое? А, это я помню, это я заказывала не себе, это я заказывала своей подружке. Это штаны, черные штаны в клетку. Ну, слушайте, по качеству они не такие плохие, знаете, просто бывают из какого-то, не знаю, пенопласта, из какого-то прям неприятного материала. А тут оно вот, видите, из какого. Ну, в принципе, нормальное. О, а внутри у нас оно вот. Блестящее. Ну, в принципе, я думаю, то, что нормальное. Я заказала вроде бы размер М. И вы видите, как они на меня смотрятся. Неплохо, я думаю. Кстати, хорошие штаны. Блин, я себе, может, точно такие же скажу. У нас тут, как на Алиэкспресс, вот эти вот шнурочки. И, в принципе, я еще, наверное, о них не буду говорить. Сейчас я проверю, насколько тянется хорошо пружина. Ну, не знаю, на 80-10 тянется. Ну, хорошо, нормально, нормально, нормально. 100% полиэстер. Конечно же, они широкие у нас. Что я, что подруга любим носить широкие штаны, так как они более комфортные для нас. Что у нас тут еще? Зачем? Просто зачем? Ладно. Вот такая вот штучка на голову, чтобы умываться или делать макияж. Мне она понравилась. Я редко такими пользуюсь. Я ее вроде хотела кому-то отдать или подарить. Вот. Или в адвент упаковать. Но потом я подумала, блин, а вдруг они тоже мне не будут пользоваться. И решила положить в адвенты что-нибудь более нужное. Кстати, я вам здесь в описании прикреплюсь, здесь вот где-то вставлю обложку с моего видео про адвенты. Если там наберется 10 тысяч лайков, то я моим подписчикам тоже сделаю адвенты и разыграю его. Там будет одно условие. Подписано будет на мой канал и инстаграм. Все. Дальше у нас пойдет господин. Пенал рыба. Просто пенал рыбы. Я видела, что Арина какой-то загаженный пенал. Просто я пеналами вообще не пользуюсь, так как учусь заочно. И решила вот это протестить. Он такой тоненький. Гляньте, вообще ужас. Рыбка, блин. Поняли, да, каком оно качит такое? Прошита, кстати, вроде бы все нормально. Открывается она вот здесь, с горла. Блин, надеюсь, что растяжка тоже нормальная. Оно больше не открывается. Максимум ее это вот не очень удобно и продумано. Смотри, у нас какая-то клеточка. Господи, это выглядит странно. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Потом я заказала такую же, как корону, штуку. Блин, я все время забываю некоторые слова. Вот, может, у некоторых такое случается. Да, повязка. Ребят, без обид, я буду сидеть в этом. Ее я заберу точно себе. Боже мой. Дальше у нас идет вот такой вот чехол на телефон, на мой 13-й айфон. Просто у меня такой же был на 12-м айфоне, но когда на нем перестала работать камера, я решила себе на 13-й тоже купить, потому что он очень надежный, перекрывает весь телефон. И даже при падении ничего не должно разбиться. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, блин. Показываю вам его поближе. Блин, он такой новенький, просто тут у меня уже задрепанный, а этот, смотрите, какой обалденный. Боже мой, я не знаю, чем я думала, когда это заказывала. Серьги, унитазы. Ну да, пусть будет. Подобным образом выглядит это дело. Блин, ну мне кажется, вот это вот типа золото, позолоченная фигня, но очень быстро отлетит. И ее надо покрыть каким-нибудь бесцветным лаком, чтобы на ваши уши не перешло это покрытие. Ну так? Квадь, зачем? Чтобы убыкло. Зачем, зачем? Что у нас тут еще дальше? Серьги-мандаринки. Боже, они выглядят такими клевыми. Посмотрите, как настоящие, только маленькие на Новый год, ребят. Похоже на настоящие, единственное здесь. Видите? Плоская поверхность. Ну ладно, ничего. Самое главное это то, что выглядит мило. Заказала то, что у меня очень часто пропадает или съедается моя собака. Это бьюти-спонжи. Мне так интересно, какого они качества. Потому что обычно я люблю покупать спонжики в подружке. Они такого приятного качества. А в Экспрессе я один раз купила, они как мочалка. И там больше не покупаю. Тут уже сколько у нас? Пять спонжиков. Это так приятно. О, да, они хорошего качества, ребят. Они очень мягкие, приятные. Мочатся хорошо, я думаю, да. Потому что вот точно такой же спонжик есть из подружки. Один спонжик. Он стоил 390 рублей. А тут целых пять по цене, которую вы видите здесь. Я как будто у меня как будто магазин на рекламе. Магазин на рекламе. Господи. Реклама магазина. Магазин на диване, вот. Ребят. Серги пива. Куда мне столько сережек? Вот такие вот какие-то странные штыки-дрюнцы. Смотрите, как на черных волосах. Блин, выглядит, кстати, очень нереалистично. Как будто это смайлики эмоджи пива. Блин, прикольно. Прям вообще мне понравилось. Хотя бы за это лайк надо поставить. Боже, после этого видео вы 100% поймете, что я барахольщица, потому что я заказала вот такие вот формочки для мороженого в виде лапок. К ним идут, смотрите, сколько огромное количество палочек. Бесплатно причем, дополнительно. Это так приятно. Вот. Надо попробовать, кстати, заморозить что-нибудь. И может я вам видео вставлю даже, что у меня получилось. Надеюсь, что у меня получится, кстати. И еще, конечно, как я могла заказать одну формочку, если были еще такие кролики? Ну, никак. К ним тоже, кстати, идут палочки. Блин, так круто. Такие милашки, кстати, очень качественные формочки. Они вроде стоят не больше, чем по 500 рублей. И я думаю, за такие деньги прям вообще респект. Одинакового цвета. Это вроде бы, кстати, по одной ссылке будет. Заказала еще одни бьюти-блендеры, только уже в другой упаковке, потому что, посмотрите, как прикольно. Давайте откроем, посмотрим, что там. Ого, тут они разные формы, посмотрите. Кстати, тоже очень удобная упаковка такой, чтобы хранить, допустим, чтобы моя собака не украла. Они тоже очень мягкие, прям божественные. Вот первая форма спонжик, вот эта вот вторая форма. Тут два, видимо, одинаковых. Оно вот вообще отличается от всех остальных. Кстати, красивого очень цвета. Ну, это типа может вот так. Посмотрите, как удобно. По ним крысы бегали, а я уже к своему лицу. Ну, ладно, ничего. Вот так удобно вообще. Ну, и обычной формы, без всего, не обрезанной. Респект, огромное количество. И упаковка еще удобная. Это вообще 100 из 10, я думаю. Заказала с Шейн галстук. Тоже не себе, своей подруге, но мне очень интересно посмотреть, что там будет внутри. Ого, посмотрите, какой красивый. Я вообще не носила галстуки, наверное, со средней школы. Мне они не нравились. Причем у нас была форма просто в средней школе. Смотрите. Блин, прикольный. Я редко нашу галстуки, но думаю, этот она бы вообще ей прям понравится. Красота какая. Очень хорошего качества. Вот это, наверное, тоже удобно, потому что я не люблю, когда галстуки очень стягивают. Эту резиночку можно регулировать. Сделать побольше, побольше, поменьше, если у вас там шея поменьше. Последнее, что я хочу показать, это тоже сережки. Сережки-мусорки. Боже мой. Что мной двигало, когда я заказывала столько сережек? Ничто, не знаю. Вот, смотрите, какие прикольные. Кстати, у них так все проработано. Прям даже издалека видно то, что это мусорки, а не какая-то хрень висит. Ну, блин, я разговариваю вот так вот обычно. Я хочу разговаривать вот так, чтобы у меня было видно верхние зубы, но у меня это не всегда получается, и поэтому кажется, что я такая грустная. Еще у меня привычка вот так нос затягивать, потому что у меня большой. Ладно, не об этом. Про сережки еще пару слов. Здесь нету дырочек, они все... Вот эта черная дырка, она не настоящая, здесь просто прорисовка. Спасибо большое всему, кто досмотрел этот видосик до конца. Желаю вам хорошего Нового года, с наступающим всех. Всех целую. Всем пока. Субтитры создал DimaTorzok